МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Уикенд-навигатор, в которой мы традиционно рассказываем вам, как интересно и увлекательно провести грядущие выходные. В этот раз нас ждут целые мини-каникулы, которые начнутся вечером в пятницу и благодаря праздничным переносам закончатся вечером в понедельник, а значит, у нас есть целых три дня для того, чтобы реализовать все наши планы и задумки. В этом выпуске нашей программы я расскажу вам, какое шоу в наш город привез Тамерлан Нукзаров и как на одной небольшой арене умещается одновременно 18 лошадей. А еще вместе мы посмотрим на афишу событий, которые будут проходить в кино, увидим, что выходит на большие экраны. Обязательно упомянем о Ночи искусств и что она нам готовит. А еще я приглашу вас на выставку коллажей, которая открылась в галерее 6 этаж. Об этом и многом другом поподробнее и прямо сейчас. Нам всем знакомы медведи на велосипеде. А видели ли вы косолапых, решающих логические задачи? Если нет, отправляйтесь в цирк в ближайшее же время. Там новое шоу представляет команда Тамерлана Нукзарова. В цирке все натурально. Можно близко посмотреть, можно близко увидеть. И что мы репетируем со зверьми, это удивительно. Я вам могу сказать, мы зверей как кормим, как за ними указываем, за лошадьми, так бы за людьми указывали, честно вам говорю. Первая часть представления – интересные и динамичные номера дрессировщиков, акробатов, джигитов. Все очень яркие за счет музыки и костюмов, и сложные – за счет трюков. А после антракта – горская легенда о любви. Целый спектакль со своим сюжетом и режиссерскими ходами. Такого цирка вы еще не видели. Сегодня мы посетили цирк первый раз. Нам все понравилось в целом. Побольше бы животных, может быть. Да, Настя? Да. Да. Там такие чудеса. Думаю, что там за чудеса, про себя говорю. Думаю, что там… Я думаю, что эти медведи – это не медведи, а люди. Все говорят, что это настоящие медведи. Репертуар до недели порадует зрителей жанровым разнообразием. На большие экраны выходят две драмы, два фильма для семейной аудитории. И, конечно, главным событием уикенда станет «Терминатор. Темные судьбы». Этот фильм – прямое продолжение «Терминатора 2». И, судя по отзывам первых зрителей из-за рубежа, это лучшее, что случилось с франшизой «Терминатора» за последние 20 лет. По сюжету новой ленты Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за «Терминаторами». И теперь только и делает, что уничтожает роботов-убийц из будущего. Создатели обещают качественный экшен и много графики. Плюс у фильма неплохие рейтинги и большой кредит зрительского доверия. Современно о социальном и общекультурном в галерее «Шестой этаж» открылась выставка коллажей Кирилла Пескунова «На глазах у всех». В портретах автор пытается раскрыть что-то внутри каждого человека. То, что будет значимо для его понимания. Получается стильно и творчески. Калаш интересен тем, что его можно взять сегодня вечером, прийти домой и начать что-то делать. То есть взять журнал, вырезать фотографии. Этим может заняться любой. Единственное, что из этого получится. Калаш как техника появился в начале 20 века, когда реалистическая натура перестала отвечать запросам времени. Не отвечать потребностей в большей информативности. Сейчас калаш цифровой, но с теми же функциями. Это даже не просто открывается внутренний мир человека. Например, в работах взгляд, где закрыты глаза. Или последний крик моды, который зеброй. А открываются еще какие-то грани и смыслы, которые важны для современной жизни вообще. Автор выставки думает не только об эстетике работ, но и о том, как их прочитают. И о чем будут размышлять. Поразмышляйте и вы. 3 ноября Музей промышленности и искусства присоединяется к всероссийской акции «Ночь искусств». В 16.30 состоится концерт «Москобелого зала». Он посвящен 20-летию Ассоциации классического наследия. На нем выступят дипломанты и лауреаты международных и всероссийских конкурсов, учащиеся в музыкальных школах города Иваново-Ишуй. В 18.00 приглашаем на экскурсию по выставке «Неприличное прилично». Она только открылась на этой неделе. В экспозиции впервые представлены образцы народной графики 18-19 веков, которые собирал Дмитрий Геннадьевич Бурыль. Программа выходного дня будет очень насыщенная. Чтобы ничего не пропустить, следите за обновлениями афиши в режиме реального времени. А от меня еще несколько приглашений. В музей Первого Совета 2-го числа в 14.00 будет проходить экскурсия по волнам нашей памяти. Там же, но уже в воскресенье, будут проходить еще одно интересное мероприятие для детей от 12 лет и их родителей «Загадки старых квартир». В ЦКИО в течение первых дней ноября с 1 по 4 число будет проходить фестиваль-конкурс «Самоцветы России». Обещают очень широкую программу, насыщенную, приедут гости из разных регионов. В Конном Манеже, который находится в Кохме, будет проходить Кубок и первенство города. Также будет очень интересно, обязательно придите. Ну а 4-го числа, это непосредственно праздник, буквально в каждом муниципалитете, на каждой площади проходят митинги и концерты. Тоже для разнообразия можно прийти. Это все, о чем я хотела вам рассказать. Если о чем-то забыла, пишите и звоните нам в редакцию. Веселых выходных, до свидания и, конечно, с праздником!